Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Он возвращается. Затем он мешает совершающему намаз и внушает ему. Вспомни о том-то и о том-то, о чем тот и не помышлял, пока человек не запутается в том, сколько ракаатов он совершил. Сахих аль-Бухари. Хадис 608. Передал Абу Хурайра. В хадисе говорится, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Когда произносится азан к молитве, шайтан отступает, с шумом испуская ветры, чтобы не слышать азан. Когда азан завершается, он возвращается вплоть до начала икамата. И он отступает во время икамата, а когда икамат завершается, он возвращается. Затем он мешает совершающему намаз и внушает ему. Вспомни о том-то и о том-то, о чем тот и не помышлял, пока человек не запутается в том, сколько ракаатов он совершил. Сахих аль-Бухари. Хадис 608. Передал Абу Хурайра. Из приведенного хадиса становится ясно, что шайтан сбегает, когда слышит азан. Возможно, что собаки лают и воют из-за того, что беспокоятся, увидев убегающего шайтана. Также возможно, что некоторые собаки являются джинами, и звук азана чрезвычайно тревожит их. Для джинов обычным делом является принятие формы собак и черных кошек. В хадисе также говорится, что черная собака – это шайтан. Сахих Муслим. Хадис 510. Передал Абу Зар. Когда же вы слышите лай собаки, то следует читать следующее дуа. Аузу беляхими на шайтане раджим. Перевод. Прошу защиты у Господа от проклятого сатаны. А Аллах знает лучше. Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов. Иншаллах. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок судному дню. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракату.